Добрый день, уважаемые жители Эренбургской области. Сегодня 12 августа 2020 года. Я готова доложить ситуацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией на сегодня. Согласно статистике, у нас сегодня зарегистрировано 8169 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 103 за прошедшие сутки. Выздоровело на сегодняшний день 6542 человека и за прошедшие сутки 143 человека. Мы шестую неделю находимся примерно на одном уровне заболеваемости. В первую очередь, я еще раз уже говорила, ориентируюсь даже не по лабораторному подтверждению, а по поступающим пациентам с диагнозом пневмонии на койке в наших ковидных госпиталях. Мы двигаемся в сторону снижения, но уровень пока остается достаточно высокий. И на сегодняшний день на койках, стационарах находятся 725 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, с подтвержденным диагнозом. Из них на кислородной поддержке 221 человек, в тяжелом состоянии 62 человека, в реанимационных отделениях находится 35 человек с диагнозом коронавирусной инфекции, на искусственной вентиляции легких 9 человек, в состоянии средней тяжести 475 человек и с диагнозом коронавирусных инфекций, извините, коронавирусных пневмоний 629 человек. Другие остальные пациенты у нас на сегодняшний день находятся на амбулаторном лечении с диагнозом ОРВИ, либо бессимптомное носительство, это все пациенты на амбулаторном этапе. Амбулаторная служба продолжает наблюдать в среднем порядка около 7000 пациентов с больных и очень много, конечно же, контактных лиц. Если говорить по территориям распространения возбудителя, то у нас сегодня эпид-процесс в основном концентрируется в крупных городах. Это два самых крупных города наших, это Оренбург-Керск, и там в первую очередь концентрируется заболеваемость. Нас несколько сегодня волнует ситуация в Гае. Мы сегодня с муниципальным штабом беседовали, там существенно возросло количество пневмоний. На Западе относительно все спокойно, и в Первомайке, в Первомайском районе в целом ситуация на сегодняшний день находится абсолютно уже под контролем, и количество пневмоний существенно снизилось. Сегодня как раз там заканчивается, если не ошибаюсь, карантин. И я думаю, что мы откроем стационар под все уже профили, и в том числе закроем там в ближайшую недельку, наверное, ковидный госпиталь. Жители Сулелецка, волнуют ситуация в населенном пункте в связи с открытием озер, уже получается у нас 10 дней как открытые озера. Ситуация стабильная. У нас открыт медицинский пункт прямо на территории озер. Мы ежедневно, естественно, отслеживаем всех обращающихся в данный медицинский пункт. Естественно, и все отдыхающие, когда заходят на курорт, им измеряется бесконтактным способом температура. Но и самое главное, мы отслеживаем все обращения в медицинский пункт. За эти 10 дней обращений по поводу температуры, каких-то других респираторных проявлений не было. В основном все обращения связаны с мелкими травмами. На данный момент в Сулелецке ситуация, там есть заболеваемость, она связана с вполне понятными нам очагами и не связана с соленными озерами, с приближающими на данный курорт. По лагерям, большинстве лагерей, которые у нас работают, детские лагеря, открылась третья смена. У нас не открылись два лагеря по причине, там были заносы и не успели подготовить неконтактный персонал для того, чтобы открыть третью смену. Мы провели в конце второй смены, в начале третьей смены вместе с муниципальными штабами, с муниципальными комиссиями проверки и с Роспотребнадзором лагерей на предмет соблюдения зонирования и так далее. Есть рабочие замечания, но в целом скажу, что все элементы зонирования в целом соблюдаются. Если, уважаемые родители, дети вам рассказывают обратно, пожалуйста, отдавайте нам эту информацию, мы всегда ее проверяем, конечно же. В третью смену у нас в большинстве лагерей продлится вот эту следующую неделю. Много вопросов по вакцине, она действительно зарегистрирована. У нас сегодня есть уже инструкция по применению вакцины против коронавирусной инфекции. Мы в ближайшие дни ждем разнарядку, уже рабочую цифру мы знаем от Минздрава Российской Федерации. И, как уже, наверное, вы и слышали, в средствах массовой информации федеральных появляется, вакцинация начнется, скорее всего, с медицинских работников. Это, естественно, оправдано, поскольку это самая главная группа для риска. Соответственно, думаю, что и в нашем субъекте, как только появится вакцина, мы начнем с медиков. Мы начали понемногу закрывать ковидные госпитали, в первую очередь. Койки до лечения у нас закрыт на сегодняшний день в госпитале Домбаровке. На пороге закрытия в Красной Гвардии. В Гае мы закрыли еще в конце июля. В Оренбурге на этой неделе, скорее всего, закроем тоже один ковидный госпиталь. На базе областной детской больницы. И, в целом, безусловно, мы сегодня справляемся с этим конечным фондом, который был открыт в начале июля. Мы планируем на этой неделе выпустить распоряжение о восстановлении плановой госпитализации. Точно абсолютно в районах больницах, где ситуация в целом абсолютно уже у нас стабильная, спокойная. И мы посмотрим по Оренбургу. Скорее всего, не все профили будем подключать. Будем подключать их последовательно. Наверное, все вопросы, которые были, задавали журналистами, я попыталась ответить. Скажу в заключение, что мы готовимся, конечно же, к 1 сентября с Министерством образования. Сегодня мы, в том числе, на опыте лагерей уже нарабатываем определенный опыт, как мы будем работать с Роспотребнадзором при заносе инфекций уже в школах, в садиках. Ну, в садиках мы все лето этим уже занимались. Конечно же, сегодня мы продумываем все противополимические мероприятия по школам, для того, чтобы минимизировать распространение возбудителей в случае заноса. И, соответственно, наверное, через недельку я буду готова более подробно доложить населению родителям, в первую очередь, Оренбургской области, как мы начнем 1 сентября. Конечно же, я обращаюсь к жителям, в первую очередь, двух наших крупных городов, продолжать, кто это до сих пор не понял, делать, соблюдать масочный режим, масочно-причаточный режим в местах скопления, в первую очередь в магазинах, в общественном транспорте. И очень надеюсь, что вы будете дальше заботиться о себе, о своем здоровье. Пожалуйста, не валяйте.